Новый день встречаем вместе с программой Утренний Фрэш. Я Александр Лупиненко, как всегда, расскажу об актуальных культурных событиях Гомеля и Гомельской области и познакомлю с другими интересными фактами и событиями. Новый день встречаем вместе с другими интересными фактами. Днем прогнозируются дожди. Днем местами с грозами и усилением ветра. После обеда столбики термометров будут показывать до 17 градусов тепла. А 7 мая будет немного попрохладнее. Температура воздуха днем составит в среднем 15 градусов. В конце недели осадков прогнозируется немного, но жарко не будет. Днем 8 мая будет преимущественно без дождей. Днем воздух прогреется в среднем до 16 градусов выше нуля. Во дворце Румянцевых и Паскевичей открыта выставка работ художника Геннадия Говора. Посетители могут увидеть графические и живописные произведения. Отмечено, что автор обладает оригинальным видением и уникальными решениями тем и сюжетов. Его работы гармонично дополняют друг друга. Этого удается добиться благодаря манере исполнения. Сочетание изобразительного и поэтического языков стало оригинальной основой творения Геннадия Говора. Планируется, что выставка во дворце будет работать до 24 мая. Библиотеки имени Герцена продолжает работу выставка «Полотен вышитых узор». Автор – гомельский мастер Светлана Корбут. В экспозиции работы, выполненные в технике «Гладь». Это сюжеты, вышитые по мотивам известных живописных картин, а также работы сельской и городской тематики. Посетители смогут узнать некоторые секреты, известные только мастерицам вышивки. Вход на выставку свободный, а желающие могут также познакомиться с работами, не выходя из дома. На сайте библиотеки и на страницах в социальных сетях. К 75-летию победы в Великой Отечественной войне Гомельская центральная городская библиотека имени Герцена проводит выставку-инсталляцию «Треугольник Победы». Размещена она в окнах библиотеки на улице Советской, 26. Экспозиция организована в рамках проекта «Живет победа в поколениях». Познакомиться с проектом также можно на сайте библиотеки и в социальных сетях. Только до 10 мая галерея Гаврила Ващенко предлагает своим посетителям заглянуть в тайну создания анимации. Там работает выставка «Плей. История мультфильмов». Сегодня мультфильмы создаются в основном с помощью компьютерной графики и посмотреть их можно на любом гаджете. А когда-то для их просмотра использовались разные приборы и устройства. Как раз с ними можно познакомиться на выставке. Также гости галереи смогут полистать комиксы, посмотреть кадры из мультфильмов первой половины прошлого века, примерить уши Микки Мауса в фотозоне, а тем, кто умеет смеяться над собой, предложат посетить уголок кривых зеркал. И еще одна информация в продолжение темы. В картинной галерее Гаврила Ващенко открыта выставка творческих работ под названием «Я художник. Я так вижу». Этот выставочный проект – хороший шанс, заявите себе. Его участниками стали жители областного центра и Гомельской области. Несмотря на то, что экспозиция уже открыта, каждый желающий может представить свои картину, скульптуры, рисунки и фотографии. Возраст участника и уровень профессиональной подготовки значения не имеют. А в Музее истории, печати и фотографии Гомельщины показаны работы художника Сергея Курила из города Гродно. Выставка под названием «Чернобыль. Исчезновение в разрезе» – это своего рода попытка заглянуть вглубь одной из мощнейших катастроф 20 века. Фотоработы, которые можно увидеть на выставке, созданы на территории Брагинского района. В основном в сельской местности. Познакомиться с ними можно только до 9 мая, так что спешите. Сегодня на Ютубе состоится премьера восьмисерийного мультфильма для детей и их родителей. Команду 99 создали гомельские аниматоры. Веселые еноты-сортировщики научат, как правильно поступать с тем, что многие до сих пор считают мусором. Бутылки, журналы, пакеты, батарейки или старые смартфоны – все эти вещи могут снова стать полезными. Как? Расскажут и покажут еноты. Они уж точно знают, где найти вторсырье и как его правильно переработать. Каждый день главные герои мультфильма отправляются на встречу с опасными монстрами, которые появились из-за неправильной утилизации отходов. Так что не пропустите премьеру. Ну а далее о братьях наших меньших. В социальных сетях набирает популярность видео с дрессированной домашней лисой. На кадрах видно, как необычное домашнее животное научилось выполнять команды. Но, конечно, не просто так, а за вкусняшки. На видео, в частности, лиса показывает свое умение лежать по просьбе хозяина. За каждое выполненное задание она получает угощение, что служит дополнительным стимулом для послушания. Активным пользователям интернета удалось запечатлеть удивительную птицу-древолаза. Поползни способны передвигаться по вертикальной поверхности головой вниз, а еще они совершенно не боятся людей. В этом видео видно, что птицу не пугает присутствие человека. Более того, она берет семечки, сидя на ладони, а затем очищает их и прячет в коре сосны. Так что покормить из рук в парке можно не только пышнохвостых белок. В сети набирает популярность забавный ролик, на котором домашняя выдра демонстрирует мастерство жонглирования. В природе эти зверьки очень любят играть с камешками, а эта домашняя выдра, следуя инстинктам, вместо камней выбрала для себя деревянные шарики. На видео видно, как лихо зверек управляется шариками. Смотрите, как она жонглирует. А на этом видео демонстрируется ловкость и выдержка одного пса. Он держит на носу четыре яблока, составленных в небольшую пирамиду. Питомец без особого труда справляется с этим заданием, но хозяин решил не давать ему расслабиться. Задание усложнилось. Собаке дали держать еще одно яблоко в зубах. И здесь пес не оплошал, сумел сбалансировать. Убедитесь сами. Программа «Добрый вечер, Гомель» – это разговор на актуальные темы, рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области, интересные гости в студии и известные ведущие телерадиокомпании «Гомель». Сегодня вечером смотрите новый выпуск, а также подписывайтесь на наш инстаграм и присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте. Включайте телеканал «Беларусь 4» в 20.25. Это прекрасная возможность приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. Также звоните к нам в студию, делитесь вашими историями и принимайте участие в наших розыгрышах. 9 мая, в день 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В эфире телеканала «Беларусь 4. Гомель» – телемарафон «С Днем Победы». В прямом эфире с 10 до 15 часов вы можете передать свои поздравления с праздником Победы. Оставляйте сообщение на наш вайбер, его номер будет на протяжении всего прямого эфира. В каждой белорусской семье есть своя история с войны, а в семейном альбоме – фотографии тех лет. Откройте свой семейный альбом, найдите там военные фото и станьте участником нового проекта телеканала «Беларусь 4», посвященного 75-летию Великой Победы. Пришлите эти фото на программу «Добрый вечер, Гомель» и мы покажем эту историю в прямом эфире праздничного телемарафона на телеканале «Беларусь 4» в День Победы 9 мая. Присылайте свои фото с описанием и историей до 8 мая. Расскажите всем, как ваша семья внесла вклад в общую победу. Как всегда, новый день с вами встречали «Утренний фреш» и я, Александр Лупиненко. Хочу пожелать всем только хорошего настроения и улыбок всех тех, кто вас окружает. Редактор субтитров А.Семкин